Здравствуйте, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о фигуре треугольник. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого видео вы узнаете, как формируется треугольник. Мы разберем, за счет каких заявок формируется фигура. Сегодня объясню, почему треугольник – это фигура продолжения и какие понятия за этим стоят. Тем, кто хочет подробнее познакомиться с паттернами продолжения, рекомендую мой вебинар «Price Action – Фигура Флаг – Полное руководство». Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Отличительной чертой фигуры продолжения будет тренд. Тренд – это направленное движение цены, сформированное под воздействием крупных участников. Часто, когда говорят про тренд, то подразумевает под большинством количество людей. То есть, если большое количество людей ожидает, что цена пойдет вверх, то цена под воздействием их заявок действительно пойдет вверх. На самом деле это не совсем так. На финансовых рынках решающее значение имеет размер капитала. Поэтому, когда большинство людей ждет роста, а большие деньги ожидают снижения, то, скорее всего, будет снижение. Чаще всего массовый спрос формируется под воздействием медиа, так как для того, чтобы что-то сбыть, нужен покупатель. Для чего я это говорю? Дело в том, что график – это единственный друг трейдера, и научиться его читать – это необходимый навык для заработка. Если я добавил вам мотивации, тогда продолжаем. Восходящий тренд – лучший индикатор настроения больших денег, то есть их ожидание, что актив будет и дальше дорожать. Но когда на восходящем тренде формируется треугольник, это говорит о том, что на пути роста цены появилась заявка продавцов. Или заявки продавцов. Это достаточно крупные заявки, так как они не один раз отбивали атаки покупателей. Формирование треугольника часто сравнивается с сжимающейся пружиной. Сегодня вы узнаете почему. Так вот, когда эта пружина распрямляется, трейдер может быстро и много заработать. Есть правда ситуации, когда треугольник формируется таким образом, что скорее говорит о развороте тренда. Но это отдельная история и ей можно посвятить целый вебинар. Друзья, если вам интересно узнать, когда треугольник предсказывает разворот тенденции, ставьте лайки под этим видео и если ролик наберет большое количество лайков, я пойму, что вам интересно и сделаю его. Зеркально фигура формируется на нисходящем тренде. После движения вниз цена перестает снижаться и начинает формироваться треугольник. Для тех, кто знает законы формирования треугольника, он позволяет хорошо заработать. Остальные будут терять. О том, что это за законы, вы узнаете буквально через пару слайдов. А пока кратко подведем итог по первой части. Треугольник формируется при выраженном трендовом движении. Цена не менее трех раз, тестирует уровень сопротивления в первом случае и поддержки во втором. На подходе к уровню формируется треугольник. А теперь посмотрим, по каким законам формируется треугольник. Понимание причин формирования этой фигуры позволит вам всегда быть на правильной стороне рынка. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, выставляя селлимит, кто-то планирует открыть короткую, также выставляя селлимит. В какой-то момент давление покупателей вновь усиливается и цена идет вверх, формируя новый минимум на восходящем тренде, который привлечет покупателей, которые будут выставлять свои заявки buy-лимит. Если на максимуме скопилось много заявок селлимит, тогда цена не может преодолеть уровень и тогда начнут активироваться рыночные продавцы. И они погонят цену вниз. До этого момента все очень похоже на формирование флага. А здесь как раз и начинаются важные отличия от флага, который является более слабой фигурой, чем треугольник. Но баланс сил будет на стороне покупателей и продавцы не смогут достигнуть последнего локального минимума, так как их атака захлебнется на половине пути, встретив заявки покупателей. Это приведет к новому движению цены вверх. Продавцы вновь примут попытку переломить ситуацию, но встретят отпор покупателей. Когда такое происходит, мы видим на графике цены формирование треугольника. Такое поведение цены приводит к тому, что формируется высокая плотность заявок buy-лимит, ниже которых стоят заявки stop-loss и sell-stop. Выше максимума стоят заявки stop-loss и buy-stop. Чем больше продавцов попало в ловушку треугольника, тем плотнее будет зона заявок buy-stop и stop-loss выше high. Как говорил недавно, тренд это желание больших денег и в конце концов гордко смельчаков, сражающихся против тренда, истощит свои ресурсы. Это будет означать, что плотность заявок sell-limit уйдет с рынка и цена, войдя в зону заявок stop-loss и buy-stop, эти заявки будут срабатывать как рыночные, тем самым сильно разгоняя цену вверх. Догика треугольника на нисходящем тренде зеркальная, поэтому остановимся на ключевых моментах. Как только с рынка будет удален спрос в виде заявок на покупку, это приведет к тому, что цена войдет в зону заявок stop-loss и sell-stop, что усилит снижение. Кратко подведем итоги по разделу. Треугольник возникает тогда, когда появляется баланс сил между теми, кто ожидает продолжения тренда и теми, кто ждет разворота тенденции. Но треугольник, в отличие от флага, имеет больший потенциал движения. Треугольник, ввиду того, что запирает контртрендовых трейдеров, является хорошей возможностью для тех, кто понимает природу его формирования и занимает правильную сторону рынка. Из-за того, что на границе сдерживающей трендовое движение скапливаются стопы и заявки buy-stop, в первом случае и sell-stop, во втором случае, цена при пробое флага усиливает свое движение. Дополнительным фактором усиления движения будут заявки buy-limit, в первом случае и sell-limit, во втором. Чтобы оценить потенциал прибыли флага, нужно за 100% взять его диапазон. Тогда, после пробоя можно ожидать первого отката на уровне 150%. Следующий откат ждем на 200, далее цена может сходить на 250. Как только цена достигает 300, вероятность продолжения движения сильно снижается. Теперь для закрепления материала попробуйте самостоятельно ответить на два вопроса. Первый, где на этом графике фигура треугольника? И второй, где бы вы поставили целевые уровни для прибыли. Готовы? Начали! Не страшно, если с первого раза не вышло. Посмотрите на график. Треугольник сформирован по ходу движения, когда цена столкнулась с сопротивлением на уровне. Чтобы оценить потенциал, нужно взять диапазон треугольника и перенастроив линии Fibonacci отметить целевые уровни. Как видите, цена достигнув трех диапазонов сильно скорректировалась вниз. Для треугольника на нисходящем движении целевые уровни прибыли ищем зеркально. Здесь работают те же принципы, что и при движении вверх. Чтобы войти на паттерне треугольник с прибылью, нужно, чтобы он сформировался на очевидном локальном уровне. Второе условие. Треугольник формируется в сторону локального тренда. Входить лучше всего отложенными заявками. В первом случае buy stop, во втором sell stop. Стоп выставляем за уровень. А теперь закрепим то, что вы узнали, на примерах. Попробуйте самостоятельно ответить на два вопроса. Где на этом графике фигура треугольника и где бы вы поставили целевые уровни для прибыли? Готовы? Начали! Получилось? Если нет, не страшно. Сейчас этот пример мы с вами разберем. Есть направленное движение цены. На уровне она остановилась и формируется треугольник. А сейчас оценим потенциал движения. Это важно, так как позволяет не упустить возможную прибыль. Накидываем модифицированную сетку Fibonacci и отмечаем потенциальные уровни прибыли. Давайте для закрепления еще посмотрим один пример. Те же два вопроса. Где на графике сформирован треугольник и как определить потенциальную прибыль движения? Готовы? На старт, внимание, марш! Думаю, во второй раз получилось легче. Здесь ситуация стандартная для треугольника. Цена упирается в уровень, несколько часов не может его преодолеть, затем резко идет в сторону тренда. Чтобы зарабатывать, на этом паттерне очень важно понимать, где брать прибыль. Иначе, как видите, карета быстро превращается в тыкву. Поэтому, когда ждете выхода из треугольника, не теряйте время и намечайте целевые уровни, а затем продумывайте, как будете защищать свою прибыль. Если сразу не получилось ухватить принцип паттерна, не расстраивайтесь. Посмотрите видео еще раз, ставьте на паузу во время тестов, затем поищите похожие ситуации на графике цены. Сделайте скриншот и подумайте, где формируется треугольник и где целевые уровни. И только когда разберетесь, попробуйте в тестовом режиме торговать паттерн. Друзья, если вам нравятся материалы, которые я делаю, пожалуйста, ставьте лайки, это хороший индикатор обратной связи. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч!